Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сергей Кучеров вынужден был покинуть поляну. Его увезли на скорой в больницу из-за тяжелого вируса с высокой температурой. Саша Харитонова в недавнем эфире разоткровенничалась про волшебство с Сергеем. У них появились первые проблемы. Сергей не слишком церемонится в любовных делах и не знает, что такое прелюдия. Он уверен, что партнерша должна быть готова по первому щелчку. Ваня Барзиков признался в любви Лизе Полыгаловой. Настоящий мужчина никогда не изменяет, написал Ваня. У него нет времени искать новых женщин, потому что он занят поиском новых способов любить одну единственную. В сети появились фотографии Маши Кахно, сделанные во время летнего отдыха 2015 года. Девушка была настолько худой, что на ее тело нельзя было взглянуть без слез. Сейчас ей удалось привести себя в форму, набрав достаточный для нормального человека вес. Надя Ермакова в видеотрансляции сообщила новости о проекте «Дом-2. Остров любви». Третьего сезона в ближайшее время не будет. И после завершения конкурса «Свадьба на миллион» на остров поедут самые активные участники с поляны. Также она рассказала о возможном возвращении Блюминкранца и Абрамсон. Ребята просились обратно на проект уже на второй день, но руководство считает, что они зажрались. Они жили на полном обеспечении. Тати даже оплачивали ведение беременности, но тем не менее были недовольны. Женя Феофилактова дала интервью журналистам. Она сказала, что бывший ее не обеспечивает. «Я, конечно, сама справляюсь, мне ничего не нужно», сказала Женя. «Но получается так, что Антон остался вообще без проблем, а у меня собака, няня, ребенок, аренда помещения в торговом центре и так далее». Феофилактова боится, что Антон захочет к ней вернуться. «Я скажу, что назад дороги нет, дай бог он останется надолго в новых отношениях». Как вы помните, Ольга Бузова отметила день рождения в Мадриде на протяжении четырех дней со своими близкими подругами и сестрой. И после Мадрида она отправилась в Рим. Там она встретилась со своим бывшим пиар-директором. «Случайности не случайны», – пишет Бузова. «Столько всего нам предстоит обсудить». В Братске состоялся развод Ольги и Глеба Жемчуговых. Скоро Оля собирается вернуться в Москву вместе с сыном. Элла и Игорь Трегубенко сходили в кино со своими друзьями Кристиной Дерябиной и ее молодым человеком Александром. Катя Жужа отмечает годовщину своих отношений с Олегом Винником. «Вот такой мне подарок сделал любимый», – пишет Катя. «Картина маслом. Это мы, мой султан и я». Настя Лисова хочет открыть свою студию косметологии. «Студия сделает из вас настоящих красоток», – пишет Лисова, «где даже никакие фильтры не нужны». Ника Шукурова после того, как покинула проект, в своем микроблоге написала расценки всех своих услуг. Она была вынуждена вернуться к работе модели. Съемки в одежде у девушки стоят 5 тысяч рублей за час, в белье или купальнике 8 тысяч, топли с 20 тысяч рублей в час, ню от 70 тысяч. В сети ходят слухи, что Вика Боня все-таки рассталась со своим гражданским мужем Алексом Смерфитом. Еще одним доказательством этого стал тот факт, что Боня отписалась от его аккаунта в соцсетях. И к тому же, по примеру Бузовой, она с головой ушла в работу и общественную деятельность. У Вики есть дочь от Алекса, и несмотря на то, что она не имеет теперь никакого отношения к богатому семейству, ей будут перепадать определенные блага. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.